Добрый вечер, дорогие друзья! Запись пошла. Я благодарю помощников на площадке Олега Сошникова и кто тут? Яков Алексей. И самого себя благодарю. Ну вот. Значит, вы видели хороший видеоролик. О последних, важных, важной последней информации. Дайте обратную связь. А, уже десятка слышно меня. Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо. Вы знаете, с чего я сегодня начну нашу беседу? Я, когда готовился к к этому вебинару, я просматривал много материалов, достаточно много материалов. Вернулся обратно, посмотрел бизнес-план. Который принят был в 2014 году. Посмотрел, значит, этапы проекта. Вот. И одну мысль, которую я в самом начале, в период тем, мы перейдем к вопросам, хочу с вами этой мыслью поделиться. Вы знаете, я так подумал, я так подумал, что еще в 2014, в 2015, даже в 2016 году, в начале, многие присматривались к проекту из нас, присматривались, и мы, в принципе, все являлись как бы, ну, потенциальными, что ли, партнерами. Но премия показала, это 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, и теперь уже 2020 год, что мы практически с вами являемся совладельцами проекта. Да? Причем, совладельцами достаточно интересной части акционерного капитала. Вот. И нам надо вести себя как совладельцем. Итак, перейдем к нашим вопросам, к сегодняшнему, и потихонечку. Я так, в принципе, исходя из вот этой мысли, и построил информационную базу для вас, которую я поделюсь где-то в течение 35-40 минут, как мы договаривались, что формат будет немножко короче, часа. Вот. И таким образом вперед. Вопросы. Кто является юристом СВЦ, то есть Skywild Community, или это величайший секрет? Человек спрашивает, я не буду говорить, кто. Также, так как даже менеджеру, я не знаю, какого менеджера он имеет в виду, не дается ответ от Кудряшова уже несколько месяцев. Я не знаю, о каком вопросе идет речь, но я здесь привел свой, значит, свой адрес почты, и отвечу на первую часть вопроса. Юриста постоянного нету у Skywild Community. по мере необходимости нанимается, значит, ну, скажем, аутсорсинг на решение какого-то вопроса, если это где-то там заграница в какой-то стране, то есть один, другой, третий. Есть так называемый на оппоненте адвокатская контора в Эстонии, в которую мы можем обращаться в течение месяца по нас интересующим вопросам, и это мы делаем, по всем вопросам из Евросоюза, ну, и по другим некоторым вопросам, и когда появляется какая-то необходимость что-то решить отдельно, нанимается, значит, тогда делается специальный закат. А правовые и организационные вопросы по мере возможности, как бы, я стараюсь разбираться сам, консультируюсь с юристами и даю вам ответ. Поэтому для выяснения, значит, почему это вдруг Кудряшов кому-то там не ответил или Кудряшов ли вообще должен был отвечать туда, понимаете? Поэтому, пожалуйста, напишите мне вот здесь моя почта и мы разберемся. Причем об этом мы когда-то уже говорили, что я объявлял свою почту, она не закрыта, есть и другая почта, это прямо ко мне попадает из сервера. Просьба не расформировывать чаты СВЦ и РСВ. В Скайпе так как то-то-то-то и так далее, что там Телеграмм, разные течения есть. Не беспокойтесь, что за РСВ я не могу ничего сказать, но то, что касается Skywild Community, то есть нашего чата и наших чатов, которые созданы, они все в работе по мере возможности. Там есть администраторы, которые следят за этим. Мне на общественных началах очень помогают и Олег Сошников, и Алексей Яков. Есть еще там дамы, которые время от времени мне помогают. Ну вот, значит, и в связи с этим я не вижу такой. Причем тут есть будет ли, по пятый вопрос, будет ли что-то меняться относительно чата. Я уже здесь вам за одновременно отвечу, что вы знаете, пока нет, значит, до СТО точно ничего не будет меняться, до СТО это, значит, практически 14 этап. Вот, и просто идут подготовки. Я, значит, пометуя, что зачастую я бегу впереди паровоза и начинаю там рассказывать про все там, про Всемирный фонд Экопланеты, про прочие дела, значит, но, скажем, это немножко оказывается преждевременно, но ничего страшного. Поэтому все в свое время. И как только будет, значит, развиваться события и сама базовая среда движения нашего проекта, будут вводиться некие новые вещи. Поэтому, значит, на тему, что и как дальше будет с чатом, где уже больше полутыщи человек, будет она абсолютной информацией. Мы с вами еще эту тему даже пообсуждаем немножко. По крайней мере, так мы сегодня договорились с Алексеем Дьяковым. Вот, поэтому не волнуйтесь, все будет. Тем более, что сообщество или народское так называемое поддерживающее технологию инновационного транспорта, название которой Skyway, в SUE не будем его называть, он есть, он был, есть и будет. И поэтому не имеет смысла здесь волноваться, я вам это гарантирую. Прошу прояснить, кто отвечает за те же вопросы, которые взяла на себя Кат Джейкобс из Бельгии, да, из Нидраванда, нет, из Бельгии, пардон, на последней телеконференции Skyway Community, но на русском языке, вот, как она взяла европейский в основном базу английского языка. Вы знаете, в принципе, русскоязычные как бы вопросы, касающиеся коммуникации и ответов на различные вопросы, или же, ну, даже хотя бы вот первый вопрос, например, взять, да, вот этот первый вопрос, фактически отвечает Алексей Быба, Алексей Александр, Александр Быба, вот, и техподдержка, отдел техподдержки или группа техподдержки, там есть целый ряд специалистов, которые время от времени как бы пополняют свои компетенции и прочее, но самый компетентный это Быба сам, вот, но мы посовещались и в ближайшее время будет дана информация, мы по всей вероятности такой, ну, как бы коммуникатор, человек, коммуникационный менеджер или администратор, скорее всего, будет из группы, инициативной группы развития нашей компании, молодых людей, там, в нее входит и КАД, и целый ряд еще других людей, большинство из них выступали, или одна определенная часть выступала на последнем, телеконференции Sky World Community, и это имя будет объявлено. Значит, четвертый вопрос, неплохо бы на вебинарах предъявлять разную статистику как средство для понимания, чем руководствуются как фонды, так и головная компания. Вы знаете, за головную компанию я не буду говорить, но одно могу сказать вам, что разную статистику, значит, статистики много, вы ее не пользуетесь. Я не понимаю, какую вы статистику имеете в виду, кто задает вопрос, да, но экономическую статистику объявлять нельзя. Теперь, основная компания, которая, я уже повторяю, это который раз, ну что ж, еще раз повторю, повторением от учения, статистика, которая касается, как бы, капитализации средств, которые привлекаются в проект, эта статистика вся есть в бухгалтерской отчетности компании зао струнной технологии Белоруссии. Все. А текущая статистика, она такая, какая есть, так что, скажем, региональные кураторы знают, сколько в регионе статистика, какая статистика привлечения средств и так далее. Что касается фонда, в данном случае, Sky World Community, и компаний, которая, как бы, его обслуживает, двух компаний, то она тоже ведется, анализируется, вот, и могу только сказать вам так, что как средство для понимания, понимая, чего не понятно, значит, чем руководствуется фонд, руководствуется статистикой и конкретными данными, понимаете, и бизнес-планом и описанием проекта. Вот основное, чем руководствуется. А текущее решение, ну, можно анализировать в одну или в другую сторону, отталкивается от реальных ситуаций. Поэтому, что тут больше еще сказать? Никакой статистики публиковаться нигде, скажем, не будет. Но статистикой пользуется, делается достаточно основательный анализ того, как мы идем, куда мы идем и, значит, что впереди. По мере того, сколько этой информации можно иметь. Что касается фонда, я могу вам сказать. Что касается головной компании, здесь, я полагаю, есть своя статистика, не полагаю, я знаю, есть своя статистика, которую еженедельно анализируют, разбирают и так далее. Ровно, как и наш фонд, о котором я могу вам сказать. Значит, и пятый вопрос я вам ответил. Так, тут есть вопрос, тут пока нет вопросов. Спасибо. Значит, идем дальше, дорогие друзья. Значит, смотрите, я обещал, что мы посмотрим, мы находимся на 14 этапе. Все говорят, 14, 14 этап, знаете, как это самое, что коронавирус, коронавирус, а где он коронавирус и что с ним? Так и здесь. А давайте разберемся, и вот я переведу вам, значит, основные моменты. 14 этап, он по плану, по этапности должен был пройти август-ноябрь 2017 года. Мы где? Мы находимся в апреле 2020 года, но мы находимся на 14 этапе. Понятно, да? Какая разница по времени? Риск, значит, запаздывания по времени, он всегда стоял, он самый первый в ряду анализа рисков. Затраты на этот этап по плану, по этапам предусмотрен 25 миллионов долларов. Это значит, что столько надо было привлечь инвестиций, чтобы, ну, скажем, с нулевым заемным капиталом идти с проектом дальше. Это по бизнес-плану 2014 года. Сегодня какая-то сумма, понимаете? Я вам попытаюсь немножко показать, какая сегодня эта сумма должна бы быть. Она значительно больше, я вас уверяю, и это вам покажу на графике, потому что работы по высокоскоростной, они где? Смотрите, что надо было на 14 этапе делать? продолжение строительно-монтажных работ в эко-технопарке по созданию последнего незавершенного тестового комплекса высокоскоростной СВ-системы, Скайвей-системы. Понимаете? Данные, как вы видите, все взяты из источником являются этапы развития группы компаний Скайвей, страница 20. Это ничего тут не выдумано. Теперь далее, значит, продолжаются работы дальше, второго уровня, но там есть еще такой пункт 14.14. Вторжение работ с заказчиком во всего мира с целью заключения предварительных контрактов и получения предзаказов и авансовых платежей по этим. Эти все работы делаются. Единственное, что по высокоскоростной мы с вами еще посмотрим, потому что 14 и 15 этапов, как я уже говорил неоднократно, это практические работы по высокоскоростной, ну и естественно, конечно, по тем уже так называемым адресным пилотным проектам и в шарже, и в других местах, где они на определенных стадиях находятся. Плюс, значит, я просмотрел внимательно, я вас уверяю, нигде нету, в бизнес-плане вообще экотехнопарк или, извиняюсь, инновационного парка в шарже. Его там нет. Это у нас дополнительные работы, и мы знаем, почему. Из-за, первая причина была высокоскоростная, то есть трасса, дальше, больше, когда арабы начали, увидели, что дело стоящее, они двумя руками еще кое-чем схватились за весь этот проект, и, скажем так, не отступают ни на полшага от него. Понимаете? А еще и более. Таким образом, аппетиты постоянно растут. Поэтому здесь надо это понимать, но нас не интересует сейчас, на первый взгляд, не интересует там содержание, что и как, нас интересует динамика и, так называемые, мы же с вами со-собственники, со-владельцы этого дела, экономика, то есть, мы радеем за то, нас же всех интересует, какой-то период, основные вопросы были, когда 14 этап закончится, когда 15 этап, когда будут дивиденды, а будут ли дивиденды, а мы выходим на IPO, а будет ли больше доллара стоить, скажем, больше номинальной стоимости, я назову так, акция, и так далее. Вот, вот здесь заложена вся та информация, дорогие друзья, и ее динамика. Теперь посмотрим, 15 этап, что здесь важно отметить, важно отметить следующее, что это было октябрь-декабрь 2017 года фактически его запланировали. Затраты, опять-таки, или, скажем, инвестиционный объем, или привлечения на средства, соответственно, затратам можно было и больше, но это минимальный, так называемый, по бизнес-плану, объем. Это, опять-таки, в 2014-м сегодня сумма какая? Вся эта информация, которая ниже, это этапы развития этой источники, является, опять-таки, тот же документ, этапы развития группы компаний «Скавейк», страница уже 22-я. То есть, по 15-му этапу. И здесь, что я обращаю на что? Обращаю ваше внимание и рекомендую это себе здесь держать, как, знаете, три пишем, а 25 в уме, причем эти 25 очень правильные 25. Вот. Завершение строительства испытаний сертификации тестового комплекса высокоскоростной, межгородской и международной «Скавейк» системы. То есть, она и межгородская, и международная, то есть, на более длительное расстояние. Понимаете? Вот. Причем, было обозначено, юницкий неоднократно генеральный конструктор обращал это внимание. Я обращаю еще раз, как бы от имени вот этого этапа развития группы компаний, ваше внимание, что это 7 в 1. Definition. Это перевозка и перевозка пассажиров, это перевозка штучных грузов по принципу контейнер, это линейное обслуживание комплексов по принципу спецтранспорт, транспортировка жидких грузов по принципу цистерна, которая есть, транспортировка жидких грузов по принципу продукта-провод, то есть, сама эстакада может использоваться для этого, передача электрической энергии по линиям электропередач, Электропередач, зашитым в путевую структуру. То есть она становится и электропроводящей системой не только для своих нужд, а и для передачи от одного из одного пункта в другой. Понимаете? И передачи информации по линиям связи, зашитым в путевую структуру. То есть 7 в 1. Я не берусь сейчас утверждать, но мне кажется, что это еще больше. Тут есть еще и 8 и 9 в 1, но я не имею права здесь ничего добавлять со своей стороны. Какой бы я там ни пытался быть умным или проинформированным. Понимаете? Вот. Просто присматривайтесь к этому делу, совладельцы, уважаемые коллеги. И Б, то есть вторая часть или второй пункт, который я из этой части вот этого этапа в развитии группы компаний приведу к вашему вниманию. Это на фондовый, то есть выход холдинга или группы компаний или вот всего этого проекта, я бы назвал даже так, сегодня можно так сказать, на фондовые рынки и IPO в 2018 году. По бизнес-плану мы смотрим. Бизнес-план был как раз построен по то, что в 2017 году заканчиваются этапы, в 2018 можно выходить на IPO, потому что предполагалось, что значительно динамичнее все будет проходить. Мы по причине отставания, за счет мы знаем чего, экотехнопарк вообще из Литвы перебирался в Беларусь и так далее, и так далее. То есть фактически первый было не в 2014, даже не в 2015, а в 2016 году первая трасса только была запущена. Вот в 2015 году, я помню в августе месяце только мы еще бурили там первые закладывали капсулы там, понимаете? То есть два с половиной, почти три года, скажем, вот от двух до трех лет по разному можно считать. Вот, выход на прибыль и сама финансировать. Три года прибавьте, когда 2021, 2021 год, понимаете? То есть я не сильно промахиваюсь, когда я говорю, что я так планирую потихонечку, так считаю, что в 2021 году, наверное, будет, значит, считаю, смотрю, какой у меня портфель акций, что по всей вероятности я наберу на, скажем так, на возможность обменять машину, скажем так. Не на машину, а возможность обменять машину, понимаете? На более современную и, скажем, экологичную. И что важно, получение акционерного, по акциям. Запланировано все, на этапах было, понимаете? И теперь давайте посмотрим, не вдаваясь глубоко больше вот в ту писанину, что у нас еще очень важно понять. Вот этапы проекта. Я взял только высокоскоростной навесной берельсовый комплекс. Эта основа, вот, она была заложена, если мы посмотрим здесь сначала, видите, где галочки поставлены, это практически уже проведенные, пройденные этапы, хотя они сделаны были в другом месте, но они позволяют саму технологию, как бы, ну, продвигать, продвигать ее реализацию. Это что-то? Предпроектные работы, да, много было проведено, но часть нужно было сделать еще и в Арабских Эмиратах, и она сейчас идет. Размещение заказов на очень много сделано, и даже в сегодняшнем, в сегодняшнем, значит, видеоролике мы видим, что работа идет с французскими, со шведскими, швейцарскими и с другими компаниями по всему миру, где заказываются, значит, различные узлы и так далее. Решение вопросов точечного землеотвода, это тоже абсолютно правильно, это тоже ведется. Начало предварительных испытаний, они ведутся на тех, значит, видите, в рамках этапа первого, то есть, ну, тут не совсем правильно, скажем, была построена эстакада в Мариной горке, и на ней уже, как я уже неоднократно, скорее всего, говорил, определенные, значит, этапы сертификации и вопросы сертификации отрабатываются по юни-лету. Значит, строительство промежути пока невозможно, потому что много еще согласований, часть согласования, продолжение предварительных испытаний, частично на четвертику, а частично надо еще проводить. Одним словом, сегодня четвертый месяц 2020 года, мы смотрим, что надо еще сделать, сколько месяцев, я считаю, что от 10 до 15 месяцев. И когда мне задают вопрос, или я сам себе задаю вопрос, слушай, как ты думаешь, сколько еще займет время 14-15 лет, вот они, 10-15 месяцев, понимаете? И вопрос в том, что теперь вернемся немножко обратно, вот, или, скажем, после, что у нас здесь впереди, что еще в этом году произойдет? В этом году произойдет очень такое существенное, вот, 14-й этап, у нас есть сейчас возможность усилить свою позицию как совладельца этого проекта, о чем я неоднократно говорил и не устану повторять, дорогие друзья, то есть инвестировать и стать совладельцами еще дополнительных, значит, дополнительных ценных бумаг, вот. Но после этого, когда начинается СТО по, значит, белой бумаге, по реальности, пока есть основания полагать, что это июль месяц, 1 июля нынешнего года. И вот оттуда, значит, параллельно, скорее всего, пойдет процесс, да, ничего страшного, я только что продлил свои, значит, 10-месячные платежи еще, сегодня апрель, 10 месяцев, это он закончится, когда? В 2021 году, понимаете? Ничего страшного, я, по возможности, еще буду привлекать по мере, значит, финансовых возможностей. И что это значит? Это значит, что ничего страшного, у меня идет наращивание своего пакета, но я присматриваю, что произойдет с СТО и какие здесь возможности будут, понимаете? И через СТО мы сможем профинансировать. То есть, в какой-то степени основания есть полагать, что этот период будет профинансирован на 15-м этапе. И есть такая, у меня сегодня задали вопрос в Вьетнам, на вьетнамском вебинаре, что, так а нам надо, надо ли нам спешить, что 14-м этапом это все дело и закончится, скажем так, нашей инвестиции через кредитование проекта под залог, который нам очень интересен в виде акций, понимаете? Или доли, как их называли, называют, пытаются надувать. Вот, поэтому здесь вот такая логика. Но, тем не менее, значит, чтобы с высокоскоростной закончить, надо вот где-то 10-15 месяцев. Это или до конца года, и там, в начале следующего года. Но будет ли кредитование через залоговые договора, или же начнется мощнейшее инвестирование через блокчейн-платформу, через, на основании Skyway Global Token. Поэтому, значит, еще вот, как я написал, с 04-го еще 9-10-15 месяцев. Вот где у нас, как бы, край этого дела. Каждый инвестор по одной новой рассрочке и плюс один новый инвестор. Да, как вариант, Татьяна, согласен. Примерно, примерно такое же, что я тут постоянно проталкиваю левым плечом вперед и рассказываю. Значит, теперь прокомментирую. Что-то я уже тут по ходу сказал. Комментарии и прогноз сроков. Для сертификации вызовы работ, значит, уже сделан ряд подготовлений. Рассказывал. Можно предполагать, что потребуется столько-то, смотри, бизнес-план. Следует учитывать, что сейчас нужно больше финансов для сертификации высокоскоростного транспорта и выведения врача. Было заложено в бизнес-плане. В бизнес-плане было заложено, если я не ошибаюсь, я смотрел, но запутался в расчетах, где-то около 80-100 миллионов. Ну, почти 100 миллионов. Сейчас нужно почти, значит, ну, скажем, почти в полтора раза больше, если не больше. Понимаете? В основном необходимо время для строительства работы, отладку высокоскоростной трассы и ее передачи в эксплуатацию. Положительное влияние потенциала SkyWay Global Token, о чем я уже сказал, и платформа ССТО на усиление сессионного потенциала проекта и завершение 15-го этапа. Шестого пункта можно еще, но это суть не в этом. Этого вполне достаточно пяти пунктов. Факторы влияющие. Генномичное поступление финансовых средств на обслуживание работ, но это наше, совладельцы, давайте подумаем. Количество работы и соблюдение сроков субподрядчиками, тут можно долго говорить, и это сейчас отрабатывается. Критерии и прочее, потому что ведь приходится нащупывать в команде, кто раньше делал аналогичные работы. Мало кто. Сейчас вот мы видим, кого там нанимают в шарджи, кто там привлекается. Все специалисты, которые имеют стаж 10-20 лет в области управления проектами аналогичными, строительными, значит, коммуникационными и инфраструктурными проектами. Соблюдение сроков работ по согласовательной документации консалтинговой фирмой. Понимаете, вот ведь там есть твоя особенность, что не 100% от нас зависит, а многое, многое зависит от той консалтинговой компании, без которой по законам Объединенных Арабских Эмиратов работать ни одна другая иностранная компания не имеет права. Даже если она создала свою дочернюю компанию на непосредственно, то есть, если есть капитал, больше половины иностранного капитала в компании, то будь добр, используй компанию, которая, значит, является так, ну, я ее условно называю консалтинговой или привлеченной компанией. Прочие факторы из ряда производственных, там целый ряд вопросов возникает. Вот они, основные факторы. Это надо учитывать, дорогие друзья. Звук есть, конечно, есть. Теперь следующее. Значит, был... Я только обращу ваше внимание, тут дальше идет у меня повторение в какой-то степени свод анализа, проход. Я здесь не буду много останавливаться, но я хочу вам обратить ваше внимание, что три кита, на которых стоит наш проект, это ноу-хау, которое отработано или выработано в течение 40 лет Анатолий, персонально Анатолий Дарвичем Юницким и его партнерами по ходу, но в основном это его идеи, все его ноу-хау. Это технология, которая отрабатывается, она сейчас тоже отрабатывается. Мы уже сейчас являемся так называемыми совладельцами отработки технологий, благодаря инвестициям. Это он неоднократно на всех, практически на всех экофестах, это, скажем так, красная линия, которая проходит через его выступление. И капитализация. Капитализация это то, во что это все проходит. Поэтому, а проект и его основа, что является? Прошу вас это четко для себя понимать. Сертификация технологии инвестиционного транспорта, первое направление, второе, выведение на мировой рынок строительства транспорта, городского, грузового, высокоскоростного. Все. Вот основные, основное ядро, скажем так, проекта. У него есть целый ряд сильных сторон, у него есть целый ряд возможностей, перспектив, так, есть риски, о которых мы говорили. Но я вернусь обратно к уже больше года этому, как бы, сводописанию, только тому, что красным написано. Сильные стороны, отмечу, колоссальная потребность в новом транспорте, она от дня ко дню все время растет. От места к месту, потому что постоянно обращаются по старой памяти и к нам, мы тоже имеем много информации по поводу того, где, кто и как, чего желает. Компанией ERSS, то есть выход компаний ERSS Holding на биржу и IPO, они будут выведены. Если мы там смотрели, когда должны были в 2018 году выйти, ну вот в 2021, я не исключаю, что вполне реально это выход. И платформа, блокчейн и СТО. Этого не было в бизнес-плане, но она есть сейчас. И она, скорее всего, будет поддержкой и ускорит вот этот процесс выхода на IPO. Вполне реально. Теперь, какие слабости есть? Инвесторы подключаются к рынку. Ну, это такая слабость, она для нас сейчас не столь существенна. Выйдем на IPO, ну, увидим. Главное, что мы выйдем туда. Отсутствие навыков комплексного обеспечения ПЭН. Да, это слабость, она отрабатывается, она учитывается. Я об этом уже сказал, что привлекаются уже компетентные консультанты и специалисты. Дефицит квалифицированных кадров, он все-таки пока еще есть. Но мы видели, что показывают уже в шарже. Мы знаем, их выступают. Вы смотрите, какие классные, компетентные специалисты выступают и проектируют различные элементы, в узлы всего этого принадлежности, принадлежащей ко всему проекту. И качество субподрядчика. Тоже очень важная вещь. То есть, это слабости, которые надо преодолевать. За счет чего? За счет сильных сторон и за счет того, что есть возможности и то, что мы это понимаем. И дальше. Какие возможности? Планетарная потребность, повторюсь. Создание сообщества «Народ Skyway». Это возможности, и мы их используем по полной программе, причем очень интересно будет все в ближайшем будущем. Создание собственной криптоплатформы. Это возможность, и она шаг за шагом реализуется, используя механизмы Skyway Global Token для финансирования адресных проектов. Вот основное. Опасности. Очень большая была опасность, и я ее еще раз отмечу, это отождествление названия технологии с ошибками и промахами финансовых платформ, финансопроводящих платформ. Все, у всех рыльцев пуху, начиная от свига и заканчивая РСВ. Между ними оказываемся и мы, ваши покорные слуги, это Skyway Community. Да, есть. Но вот это отождествление, от него сейчас, слава богу, ребрендингу мы как бы отходим и все делаем для этого, чтобы этого не было. Потому что от этого зависит и СТО, и ОПО в будущем, друзья. Отставание мышления от процесса развития. Очень много. Сейчас, скажем, показывает то, как себя ведет наше сообщество в чате, что это мышление догоняет и уже где-то начинает. Мне вот, я вам скажу так, вот где-то уже часто, достаточно часто у меня душа отдыхает, когда я смотрю чат и как люди между собой общаются. Наш основной чат. Но я понимаю, что пара выпускается в других чатах, и это хорошо. Давайте сбережем ту среду, информационную среду, которую мы с вами создавали и создаем. Она очень сильно нам пригодится. И помяните мое слово. Вот. Теперь нападки со стороны различных доброжелателей, ДЖ, ДДЖ. Это можно много говорить, оно было, и нам от этого не увернуться. Хотя мы делаем все для того, чтобы пропагировать сильные стороны и свои возможности. И это само по себе, скажем, по мере уменьшения наших промахов будет уменьшаться. Хотя все, что угодно, можно придумать. Саботаж на различных уровнях в процессе тоже возможно. Так что, это реальность. Главное, что мы ее знаем. И теперь напоследок, друзья. Значит, так. Напоследок. Я возвращаюсь обратно, как Моисей рассказывал. Что? Какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? Так. Я могу, значит, одну новую рассрочку я открыл. Так. Плюс новый инвестор пока не привлек. Поэтому, что надо сделать? Привлечь нового инвестора. Как я его привлеку? Я посмотрю свои записи. Значит, несмотря на то, что у нас карантин кругом, я найду, как я это сделаю. Очень хорошо об этом говорит Франтишек Солар. Послушайте его. Когда это сделаю? В течение недели. Какой ресурс я для этого имею? Имею Франтишека Солара с его информацией. Я имею ресурс своей записной книжки, свой телефон. Я имею ресурс нескольких других чатов, где я тоже нахожусь. Я еще имею очень большой ресурс знакомых, с которыми я вообще не общался на эту тему. Но которые ко мне обращались. Но у меня по нехватке времени я как бы, ну, оставил это кому-то, передавал и не проверял. Они передали этим людям информацию или нет. То есть ресурс есть. Что мне для этого еще нужно? Нужно поднять, скажем, свое сидение со стула, подойти к телефону и начать действовать. И так далее, и так далее по этому кругу. Я рекомендую вам этим пользоваться, дорогие друзья. И не только в этом проекте. Это поможет вам во всех других проектах ваших личных. Даже если вы собираетесь организовать свадьбу внуку или внучке, сыну или дочери. Или свою свадьбу новую. Или может быть свой юбилей со свадьбы 20, 30, 40, 50, 60 и 70 лет. Чего я вам и желаю. Всего вам доброго. С наступающей Пасхой одной. Перед другой мы еще с вами встретимся в чистый четверг следующий. Поэтому будьте здоровы, берегите себя, самоизолируйтесь по мере возможности и необходимости. Будьте благоразумными, берегите себя и своих близких. Строй сковей, спасай планету. До скорых встреч, дорогие друзья. Я вам желаю всего самого хорошего.